День доброй, коллеги! Меня зовут Елена Юрьевна Ходина. Я главный библиотекарь Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергея. Мой доклад посвящен тому, что на данный момент мало изучено в науке, но все чаще используется в педагогической библиотечной практике. Это те книги, которые я отношу к нежанровым, поскольку ни литературоведение, ни в полной мере искусствоведение пока не включает их ни в одну классификацию жанровую. Соответственно, мы не понимаем частенько, как мы библиотекари, педагоги, как их рассматривать, как их анализировать и как, соответственно, учить этому анализу, чтению, а может быть и рассматриванию наших детей. Традиция этой вербально-визуальной книги, я так это называю, ну, не я, а, собственно, научная традиция, началась еще в XIX веке. В нашей стране это известные прекрасные книги 20-30-х годов, которые выглядят вот таким образом, книжки-картинки. Вот это конкретно из коллекции РГДБ. Прекрасная серия, изданная Арт-Волхонкой, посвященная этим книжкам-картинкам. Вот эта книга «Путешествия Чарли Николая Смирнова. Рисунки Чичаговых». И, как вы видите, здесь текст вместе с картинкой плотно интегрированы. Соответственно, вопрос. Мы это только читаем, да, и игнорируем картинки, когда читаем это вместе с ребенком, либо же мы, одновременно рассматривая, читаем и соотносим это с визуальным кодом. Еще сложнее строится такая работа и еще сложнее влияние подобных нежанровых образований на личность ребенка в отношении Вимельбуха. Мы частенько вообще не рассматриваем эти книги как стоящие внимания, хотя ребенок их любит, и библиотекари, неожиданно, включая их часто в фонд, сталкиваются с высоким спросом именно на такую литературу. Что это? Это чтение или это рассматривание? Каков здесь познавательный элемент? Какая возможность для ребенка приобщиться к какому-либо знанию? Ведь здесь нет энциклопедических справок, здесь нет, как мы привыкли, полноценным справочным вариантом, где есть текст, есть какая-то иллюстрация. В этих книгах вообще не идет речь об иллюстративной стороне. Ну вот сайлент-бук классический, то есть книги тихие, книги молчаливые, книги книги без слов, где вообще нет ни одной фразы, ни одного слова, но при этом сюжет, нарратив считывается. Ребенок прекрасно в состоянии прочитать и освоить эту книгу, однако для взрослых частенько такая книга не является книгой. И покупая ее, родители говорят, а зачем это? Зачем, если нет ни одного слова? То есть книга начинает утрачивать ту свою роль, которую играла всегда, где она была инструментом обучения чтения. Ну что это тогда? Если это визуальное, то значит относится к искусствоведению, искусству. Чему учится ребенок, когда он в кавычках прочитывает вот такую молчаливую книгу сайлентом? То есть он может здесь рассказать, пересказать, увидеть сюжет или нет? Вот, собственно, все эти вопросы, вот это все, примеры тихих книг для разного возраста ориентированные, вот, в частности, российских авторов, прекрасные варианты, которые есть во многих библиотеках, фондах, и которые действительно дают возможность не только знакомиться с разными вариантами рисовки, погружаться в мир художника, как правило, это книга художника, да, мы говорим о традиционной книге художника. И все это варианты, где нет ни одного слова. Про графические романы крайне быстро скажу, и здесь как раз-таки это подростковое чтение, вот прекрасная книга Зинобия, которая рассказывает о трагической и сложной теме иммигрантов. Вот, как вы видите, да, минимум слов и максимум цветового какого-то решения помогает, в конце концов, понять при правильном прочтении, при правильном понимании подросткам этого сюжета, да, почему в конце вообще прекращаются любые слова, и мы просто наблюдаем серию картинок, как в немом кино. Что происходит здесь? Нет никакого пояснения, нет рассказа, нет обоснования, нет расшифровки, скажем так, этого визуального кода. Однако внимательный читатель равно зритель, да, он поймет, о чем здесь. То же самое относится и к известной книге «Война», где также минимум текста при максимуме очень сложного, зашифрованного во многом рисунка. То есть, каким образом это читать, вот пока я только ставлю вопросы, а вот понимание того, как мы это будем читать, и как мы это будем смотреть, и каково влияние на роль, на личность ребенка, я покажу на примере одной из миниатюр. Я называю их «Кореализованные миниатюры». Это книга Артура Геворгизова «Переход». Иллюстрировала ее Виктория Семыкина. Вот классическая «Кореализованная миниатюра». Напомню, что «Кореализованный текст» — это текст, где картинка и визуальные, вербальные, семиотические коды, знаковые системы, они плотно связаны друг с другом. Вот этот рассказ «Зебра», «Миниатюра зебры», он посвящен амонимии зебры как животное, зебры как переход. И вся книга учит, собственно, правилам ПДД, в ироничной, шутливой форме. Геворгизов отличается таким подходом. Тоже, кстати, отсылка к 20-30-м годам прошлого века. И, ну, покажу пример чтения. Я на другой миниатюре, которая называется «Мой автобус». Я кратко ее зачитаю. Вот так она выглядит, да, то есть разноцветный рукописный заголовок и мальчик тоже разноцветный, веселый, и какое-то темное пятно в середине, да. Дополненное текстом. Вот, быстренько зачитываю, рассказываю вам эту миниатюру и покажу пример чтения. И отвечу на вопрос, который является темой этой конференции, да, круглого стола. Что же, каково влияние на личность ребенка вот такой реализованной, вербально-визуальной формы подачи текста, потому что это все-таки форма подачи текста, но не иллюстрация, да. Вот, миниатюра. Дима играл на проезжей части в охотника на мамонта. Дима выкопал огромную яму и замаскировал ее сверху асфальтом. И в эту яму попался автобус номер 241 с пассажирами. Попались, спросил Дима, заглядывая в яму. Куда попались, не поняли пассажиры. Вы мамонт, объяснил Дима, а я африканский охотник. А-а-а, сказали пассажиры, понятно. Никакой мы не мамонт, возмутился водитель. Мы автобус. А на дороге, между прочим, играть нельзя. Но Дима не обратил внимания на слова водителя автобуса. Мало ли, что там мамонты говорят. Вот такая ироничная миниатюра. В моей терминологии креализованная миниатюра. Понятно, что воспитательное значение, о котором мы часто говорим, роль, это рассказ о правилах ПДД. Вот в такой иронично-шутливой форме. Понятно, что мальчик нарушает, главный герой Дима нарушает эти правила. Водитель автобуса с пассажирами учит его тому, возвращает к реальности, так это назовем. Однако, что важно для нас. Весь текст посвящен соотношению игровой реальности ребенка, где автобус – это мамонт, и действительности нашей, окружающей действительности, где автобус – это автобусы, пассажиры – это пассажир, а вовсе не мамонт. Вопрос в другом. В этой иллюстрации в классической традиции, если вы внимательно сюда посмотрите, нет ни мамонта, ни автобуса. И вот это тот самый смысл, та самая игра, в которую втягивает нас вот эта креализованная миниатюра и вообще вот эти внежанровые формы. Это возможность довообразить то, о чем ребенок прочтет или услышит, если ему родитель прочитывает этот текст. Он будет вглядываться в эту черную яму для того, чтобы рассмотреть, а кто же там на самом деле, мамонт или автобус, какой это автобус. Иллюстратор Виктория Семенкина сознательно не дает нам расшифровки, она дает возможность развитию фантазии и игрового включения ребенка. И именно поэтому ценность вот таких вербально-визуальных комплексов очень значительна. Мы понимаем, что прочитав текст сам по себе, мы его будем трактовать одним образом. Ребенок его просто перескажет, посмеется, возможно, и все. Однако, когда мы видим это вместе с картинкой, возникает возможность обсудить, какой это автобус, какой мамонт. Это все-таки мамонт или автобус. То есть это не только втягивание, ну, воспитание ребенка и обучение его неким правилам дорожного движения, но и включение его в такую воображаемую историю, где он может придумать, а что было дальше, а какие пассажиры, а сколько их. Да, вот это допридумывание истории по картинке очень значимо, когда мы имеем дело с такими внежанровыми комплексами. Поэтому мое мнение, я надеюсь, но также к нему присоединятся и другие коллеги, да, богатство вот этих внежанровых книг, внежанровых историй очень значительно. И ребенок получает возможность раскрыть множество своих способностей, которые в простом чтении, где мы видим текст и иллюстрацию, изолированные друг от друга, не будет раскрыто в полной мере. На этом я завершу свой небольшой доклад. Спасибо за внимание.